Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана. Мы занимаемся виноградом более 10 лет. Наша коллекция это более 250 сортов и гибридных форм. И нам есть чем с вами поделиться. Итак, сегодня мы с вами разговариваем о формировках винограда и способах его выращивания. Рассмотрим, какие варианты существуют в мире. Рассмотрим основные принципы, по которым выбирается та или иная формировка. Поговорим о том, как новичку разобраться с этим всем многообразием. И по каким критериям, по каким принципам выбрать то, что будет подходить именно вам. Итак, начинаем. Когда заходит речь о выращивании винограда, то у большинства пристает перед глазами вот эта картинка. Привычный нам пейзаж. Мы видим его в кино. Мы видим его, когда выезжаем в какие-то поездки в страны, занимающиеся виноградарством. Либо вот второй вариант. Виноградный навес, виноградная арка. Тоже привычный глазу пейзаж. Многие из вас, отдыхая в южных странах каких-то, часто видели такое во дворах частных домов. Ну, как видите, оно может простираться вот прям таким коридором. Но это далеко не единственный способ выращивания винограда. Смотрите, вот так виноград растет на Этне. Больше похоже на дерево, чем на привычные нам виноградные лозы. А вот это кипр. Тоже деревья, только несколько меньшего размера. Это тоже кипр. Никаких привычных нам шпалер и проволок. А вот это сардинья. Ничего не понятно, но очень интересно. Ну, сейчас начнется самое интересное. Вот так выращивают виноград на Санторене. А как по мне, это больше напоминает птичьи гнезда, нежели виноградные лозы. Дело в том, что там ветра, да, определенные почвы. И вот такой способ считается самым оптимальным. А вот это, мое любимое, это Лансаротти, Канарские острова. Больше похожие на пляжи в Египте, да, с ветрозащитой, нежели на поле с виноградом. И обратите внимание, то есть это промышленные посадки. Вот сколько глаз видит, да, все вот такие вот загородки. А вот это Германия. Ну, вот эта фотография, честно говоря, у меня вызывает такие удручающие чувства. Как по мне, это больше похоже на инвалидов, нежели на виноградные лозы. То есть, как видите, вариантов выращивания превеликое множество. И открою вам маленький секрет, каждый из этих вариантов, он лучше. Для того региона, для того места, для того хозяина, который владеет этим виноградником. Ну, а теперь переходим более плотно к формировкам. Когда человек, который начинает только заниматься виноградарством, пытается найти какую-то информацию, то, конечно, информации превеликое множество. И информация эта достаточно сложная. Вот, смотрите, картинка, это французские формировки. Ну, в принципе, мы с вами, да, что-то похожее видели вживую. А вот так это выглядит схематично. Разобраться в этом, человеку, скажем так, непосвященному, достаточно сложно. Я сама когда-то через это прошла, и все эти термины – плечи, кордоны, рукава, головы, сучки замещений и прочее, прочее, прочее. Ну, это было очень сложно понять, очень сложно разобраться. И я помню, что я сложила распечатанные листочки, отдала мужу. Говорю, ну, разбирайся, я в этом вообще ничего не понимаю и не могу разобраться. Это выше моих сил. И несколько лет к виноградным кустам я практически не подходила. А потом я стала наблюдать, и муж мне показал, как, оказывается, все может быть просто. И сейчас я поделюсь с вами этим принципом, как легко понять формировку винограда. Итак, смотрите, чтобы нам разобраться во всех этих формировках, в том, как выращивать виноград. Эффективно выращивать, да, нам надо понять всего лишь один простой принцип. На чем виноград плодоносит? А он у нас плодоносит на побегах, которые выросли в прошлом году. А как разобраться, где эти побеги? Смотрите, старая древесина, она вот такая вот шершава. Я сейчас прилижу, будет лучше видно. Вот она такая шершава, и у нее цвет такой, скажем так, более серый. Смотрите, вот это старая древесина, вот это старая древесина. А вот он побег, который вырос у нас прошлым летом. Он будет более гладкий, и, как правило, у него цвет такой, более коричневый. Все, вот из этих почек, которые расположены на этом побеге, у нас пойдут побеги вертикально вверх, и на них будут висеть грозди. Все, вот это вот самое основное, что вы должны понять. То есть, при обрезке мы должны оставлять вот эти побеги. Есть, ну, скажем так, два основных типа обрезки. Короткая и длинная. В данном случае вы увидите пример длинной обрезки. Обрезка на так называемую плодовую стрелку. Я буду стараться минимально использовать различные термины, потому что, ну, не всем они понятны, и я сама не всегда, не очень люблю терминологию. Итак, мы здесь обрезали длинно. А вот здесь, пример, короткой обрезки. Вот те же побеги, которые росли в прошлом году. Только видите, они у нас здесь рожками. Это так называемая кордонная обрезка. Когда у нас на шпалере уложена старая древесина, от нее отходят вот такие вот рожки. Как правило, их режут на три почки, но там есть много промежуточных вариантов. Тот же кордон беликовый, когда вот эти побеги, они несколько длиннее, и тоже будут укладываться горизонтально на проволоку. Ну, сейчас вставлю картиночку, схематичнее будет понятно. Как разобраться, резать длинно или коротко? Кто-то советует так, кто-то советует так, кто-то считает вот так лучше, вот так лучше. Смотрите, мы ориентируемся на наши возможности. Вот такие вот вещи, они не всегда бывают удобны для укрытия. Это раз. Во-вторых, не все сорта хорошо плодоносят из вот этих первых почек. Как это узнать, можно, конечно, читать в описании, но вообще лучше всегда проверить самому, потому что бывает читаешь одно, а по факту в ваших условиях может быть все по-другому. То есть изначально предпочтительнее это обрезать длинно на плодовую стрелку, а дальше уже наблюдать. Но у нас не всегда бывает, что так получается. В некоторых случаях, когда у нас был плохой сезон, у нас лоза плохо вызревает. Вот как здесь. Вот она плохо вызрела, и мы вынуждены обрезать ее коротко. Здесь, видите, это мы еще, можно сказать, длинно обрезали. У нас тут раз, два, три, четыре, где-то пять почек. Вот если мы посчитаем вот это уголом. А может быть вообще у нас вот такой малюсенький пенечек, просто потому что других вариантов не было. И что нам делать? Вот да, кто-то говорит, нет, только на плодовую стрелку надо обрезать. Это вообще вот единственно возможный, единственно правильный способ введения виноградного куста. Так а если не вызрело, что делать? Все, там, вырубать кусты, не знаю, тепла к этому, страдать. Вот как у нас получается, не вызрело, но не вызрело. Обрезали коротко уже отсюда. Будем что-то растить. И опять же, не обязательно куст полностью вести вот по схеме. Смотрите, вот здесь у нас короткая обрезка. А вот, вот лозы этого же куста. В эту сторону у нас длинная обрезка. Все вот можно делать смешанно. Вы посмотрели так, сяк, по одному, по другому, по третьему. Выбрали то, что вам удобнее, то, что вам комфортнее, то, что вам понятнее. И все. И дальше уже формируете этот куст. И смотрите, опять же, надо вам укрывать, не надо, да. Удобно вам так обрезать, неудобно. Понятно вам, непонятно. Кто-то вот там заморочен только сучками замещения, что обязательно вот их использовать. Мы вообще сучков замещения не используем нигде. Мы больше 10 лет выращиваем виноград и как-то прекрасно обходимся без них. Но если вам понятна система вот этого сучка, вот вы ее поняли, вы считаете, что она вам нужна, то, пожалуйста, делайте так. И вот тоже еще покажу пример. Не всегда у нас получается сформировать нужное количество рукавов. Вот здесь должно было быть 3 рукава, вернее 4, а по факту их 3. И только вот в прошлом году вот мы отрастили побег. Так, вот из него получится 4 рукав. Но тоже ничего страшного, ничего критичного. А вот смотрите, опять же, отклонение от стандартной формировки. Ну, так получилось, что вот здесь второй рукав, он там пенечки, он отсох. Ну, там были повреждения еще в тот год, когда град был. Поэтому там все отсохло. У нас получился один рукав, ну, куст достаточно мощный. Вот я на нем оставила 4 плодовые стрелки. Вот они ушли в разные стороны, причем это кусту. Четвертый год, то есть, видите, не всегда получается формировать так, как нам бы хотелось, да, так как по картинке. Ну, вот я решила оставить так, а дальше уже буду смотреть. Может там вот от основания что-то пойдет, отрастим новые рукава. То есть, не надо бояться, что вот что-то у вас не по картинке. Самое главное, вот принцип, да, чтобы вы понимали, что оставляет на плодоношение. И смотрите, сейчас я вам показала пример без штамбовой формировки, да, низкой формировки. Ну, можно назвать ее как угодно. Опять же, не хочу загружать терминами. Эта формировка удобна для чего? Для того, чтобы можно было виноград укрывать на зиму. И такой виноград удобно весной защищать от возвратных заморозков, от поздневесенних морозов. Но, чтобы вам было понятней и наглядней, мы сейчас рассмотрим все те картинки, которые я вам показывала в начале, ну, либо близкие к ним. И я вам покажу вот эту вот длинную, короткую обрезку. Обращаемся к гнездам на Санторине. Видите, здесь длинная обрезка. Сверху вот светленькая такая лоза. Вот она закручена ее много, она длинная. Вот вам пример. Вот это пример длинной обрезки. Обрезки на плодовое звено на штамбе. То есть на палочке, грубо говоря. По проволоке идет однолетняя лоза, выросшая в прошлом году. И видите, вертикально вверх от нее отходят побеги, которые выросли уже этим летом. И на них грозди. А вот это пример длинной обрезки на перголе. Тут, конечно, виноградник старый, но видно, что вон идут такие тоненькие лозы, от которых уже отходят зеленые побеги. Вот еще интересный пример. Многоярусная формировка. Высокий штамп. Три яруса. Идут плодовые стрелки. Тоже видим длинный обрезок. А здесь пример короткой. Вот на этой фотографии более наглядно уже старые лозы. И там сверху пеньки. А вот кордонная формировка на штамбе. Тоже короткая обрезка. И видим, что эти пеньки уже и не пеньки, а такие пнищи. Вот здесь хорошо видна короткая обрезка на штамбе. И вот здесь тоже. И какая же из этих формировок лучше? Та, которая подходит именно вам. Каждая из них лучше. Самая лучшая. Для тех условий, для той местности, для того климата. И для того виноградаря, который за всем этим ухаживает. Конечно, у каждой формировки есть свои плюсы и есть свои минусы. Например, на той же перголе меньше растут пасынки. Виноград получает очень хорошее освещение максимальное. Да, и такая формировка довольно продуктивна. Но она имеет свои сложности в реализации. В принципе, ее можно снимать и укрывать. Конечно, гораздо сложнее, чем те веерные формировки, которые используем. Но все реально. С другой стороны, пергола все-таки требует, так или иначе, каких-то работ на высоте. Подняв руки, даже просто собрать урожай. Мы планируем перголу. Но лично я ее обслуживать не смогу. Я не могу держать руки вверху. Мне даже штора бывает проблематично подвесить. То есть формировка хорошая, да, но конкретно для меня неподходящая. Штамбы могут быть... Опять же, мы зеленку можем пускать вверх, можем пускать вниз. При свисающем введении виноградного куста там тоже есть определенные плюсы. Тоже может меньше быть пасынков. Но штамбы формировки, опять же, где-то подходят, где-то не подходят. И через пару минут еще обращу на это внимание. Существуют вообще бесшпалерные формировки, да, когда нам... Ну, в принципе, картинки я вам показывала, да, вариантов миллионы, и это же далеко не все. А я вам показала только часть, только самая популярная. И опять же, когда вот бывают такие очень радикальные высказывания, что вот только так правильно, вот исключительно это подходит там для севера, или для юга, или для еще чего-то, ну, не исключительно. Вариантов очень много. И, как по мне, вот эти загородки на Лансаротте, вот это идеальный для севера прям, прям еще класс. Да, у нас и при стенах, дополнительная аккумуляция тепла, повышение сад, даже от морозов, если надо будет защитить, да, там можно какие-то сделать конструкции. Ну, вообще, идеальный вариант, да, но как-то вот я не вижу очередь из виноградарей, которые бы делали такое на своих участках, да, и никто не говорит, что это классно. Хотя, как по мне, ну, классно, только что цена вопроса все это сделает. Хотя, видите, вот там же сделали промышленные поля, на горизонты такие загородки. Так что на своем участке это все, ну, нелегко, да, но реализуемо. И поэтому вопрос лучшего – это вопрос лично ваш. Что лучше именно для вас? И, ну, в разное время снимаю, возможно, где-то буду повторяться. Пробуйте, не бойтесь, пробуйте. Когда вы это пропустите через свои руки, когда вы это пройдете на собственном опте, вам будет гораздо понятнее, что, опять же, одному удобно одно, да, другому удобно другое. Мы разные, это абсолютно нормально. То есть, на самом деле, все это многообразие сводится всего лишь к короткой и длинной обрезке, ну, и промежуточные варианты, да, и формирование у земли. Я специально убираю все эти термоны, головчатое и прочее, чтобы вас не путать, и на штамбе, да, либо вот на таком, либо там совсем вверху. То есть тут вы уже решаете сами. Принять решение вот низко, либо высоко – это наши условия. В выращивании, то есть будем мы выращивать в укрывной культуре, либо в неукрывной. Здесь важно, укрывных и неукрывных сортов не бывает. На юге все сорта неукрывные, потому что там тепло. То есть, в зависимости от ваших условий, вы понимаете, вам надо будет укрывать виноградные лозы, либо не надо. Если надо, то, конечно, лучше формировки, которые у земли. Если не надо, вы можете себе позволить штамбы любой высоты, арки и все, что угодно. Кстати, пергола тоже может укрываться. Там есть варианты, как ее опустить на землю. Более низкоштамбовая, там сложнее. То есть, решаете укрывать, не укрывать, а дальше уже смотрите, опять же, принципы обрезки, вам надо длинное, либо короткое. То, что вам удобно, то, что для вас практично. И еще наблюдайте. Наблюдение – это вообще шикарное качество, которое нам нужно не только в выращивании винограда, но и вообще по жизни. То есть, смотрите то, что вам удобно, смотрите, как ваш виноградный куст себя ведет, ну и в зависимости от этого уже принимаете те или иные решения. Можете пробовать, я вам показывала примеры. На одном кусте одну сторону так формировать, другую сторону так формировать, одну сторону резать длинно, другую резать коротко. И, опять же, наблюдать, смотреть, что лучше, да, что удобнее, что наиболее эффективно в ваших конкретных условиях. И самое главное – не бойтесь начинать, не бойтесь делать ошибки. Виноград – культура нереально пластичная, поэтому она приспосабливается и прощает огромное количество ошибок. Поэтому начинайте, пробуйте, и все у вас получится. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом в описании. Нажав кнопку «Еще», я вам оставляю ссылку на другие полезные видео. Я вам оставляю ссылку на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!